Некоторое время назад семейство Kia Ceed пережило большую модернизацию, а сейчас рестайлинговые машины вышли на российский рынок. К нам прибыли хэтчбэк и универсал, а также городской кроссовер Xeed, о котором есть смысл поговорить отдельно. После обновления фары Ceed'а сохранили прежнюю форму, но получили светодиодное наполнение. Другие бамперы решётка освежили образ, а ещё появились стильные чёрные перемычки, что проходят от боковых воздухозаборников до колёсных арок. Салон раскрылся через новую графику виртуальных приборов, усовершенствованную медиасистему и встроенную телематику. Плюс топовым версиям отныне полагается расширенный комплекс электронных помощников DriveWise. Что касается силовых агрегатов, то здесь также есть свои изменения. Первое и главное. С базовым атмосферником 1.6 теперь сосуществует лишь шести диапазонный автомат, а механическая коробка, в силу своей непопулярности, исключена из гаммы. Прежний турбомотор объёмом 1.4 уступил место полуторалитровому турбированному агрегату нового поколения отдачей 150 сил. С этим двигателем работает семиступенчатый преселективный робот. Комплектации стали богаче. Так, в базовое исполнение вошли 8-дюймовый тачскрин медиасистемы и камера заднего вида. Кроме того, начальная версия Comfort имеет 6 подушек безопасности, кондиционер, круиз-контроль и многое другое. Вдобавок, Сиды обрели новые версии GT-Line и GT-Line Plus. Такие машины отличаются иными бамперами и порогами, а хэтчбэком положены полностью оригинальные задние фонари с сотовой структурой из 48 светодиодных ячеек. В салоне присутствуют спортивные передние сидения и накладки на педалях, а топовая комплектация GT-Line Plus предлагает адаптивный круиз-контроль, виртуальные приборы, электропривод сидения водителя и электромеханический стояночный тормоз. Kia X-Eat появился сравнительно недавно, поэтому сохранил прежнюю внешность. Зато получил расширенный комплекс электронных помощников, измененный декор салона, плюс новый цветной экран бортового компьютера для базовой версии. Под капотом вместо турбомотора объемом 1,4 литра также появился более современный полуторалитровый двигатель. Но старший 200-сильный агрегат сохранил свое присутствие. С обоими вариантами агрегатируется семиступенчатый преселектив. Старт продаж модели Seed и X-Eat уже состоялся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok